Девушки отдыхают На вокзале пришло время прощаться Смотри, приехал твой поезд, Андрюх Вот он Ну что ты смотришь, вступаешь Давай иди, а то я сейчас заплачу Андрюх, не забывай нас Спеши нам Меня попали Что с ним, что с ним, Андрюх Спеши, Андрюх Адрюх Адрюх Андрюх 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 Андрюх, а ну просыпайся, не тормози Нам же надо бежать Говори шепотом Мне кажется, тут повсюду Жучки Лучше вообще не говори Парни Кажется за нами следят Андрюк, у нас есть план Кто? Я? Ты? Да лучше ты Значит так В первую очередь надо быть незаметными Проблема с дворами, подъездами, подворотнями Это совсем не важно Главное идти очень быстро И тогда пойдем на перрон Ты сядешь в поезд и уедешь в город А там ты будешь дать поезд Понятно? Смотри Нам нужно идти теперь из города Главное быть незаметными Мы будем идти дворами, подъездными, подворотнями Это совсем не важно Мы пойдем в поезд и станем незаметными И когда пойдем на перрон Мы ставим тебя в поезд и ты уедешь Главное быть поезд Понятно? Ну давай я лучше тебе нарисую Да? Что за хрень? Сам ты хрень Это между прочим Кубинский флаг Я очень рад А нафига он нам? Сними его Сними его Смотри Предположим Мы вот здесь Нам нужно попасть вот сюда Мы же не пойдем напрямую Так нас заметят Поэтому мы пойдем вот так вот В обход Понимаешь? Нет Зачем? Я думаю проще Пройти вот так вот Вот так Сделать обманный маневр И снова вернуться туда же Вот А как за ориентир будет Простая лестница Ты же помнишь Ну тогда уже лучше пойти вообще в другую сторону Вот сюда вот пойти Сделать вот тут такой вот крюк И тогда мы Ну сто процентов останемся незамеченными Я тебе даю гарантию Правильно Потерять кучу времени ты хочешь Пойти вот сюда Вот сюда Тут погулять непонятно сколько Пройтись тут по тропиночке Снова выйти сюда и сюда Ты вот это вот хочешь? Да? Да Да Ну Как то так Алло 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 Я вас не слышу Алло Алло Парни Андрюх Это они Бежим! 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 Можете Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 был. Ну шел, упал, лицо побил, мне его зеленкой замазали. Совсем зеленый был. Как черепашка-ниндзя? Как лягушки-камикадзе, ну не перебивай. Так вот, я, понятное дело, никуда не выходил. Еще бы, тогда только Call of Duty 4 вышла, но я, понятное дело, сидел дома, рубился, бегу, значит, стреляю налево-направо, туда, забегаю в здание, бросаю гранату, всех заслепляю, я их всех пострелял, а потом такой длинный узкий проход. Я, значит, бегу, перезаряжаюсь на расслабоне, и тут, откуда ни возьмись, овчарка, она прыгает на меня и валит на пол. И она так на меня посмотрела, так посмотрела. У меня все уровни перед глазами пролетели, и я потерял бдительность. И она меня загрызла, загрызла, понимаешь, Андрюх? Загрызла и ушла. Ничего не объяснил. Просто ушла. Такой осадок на душе был. Мне эта вся ситуация вот сейчас напоминает фильмы Тарантино, когда за кадром играет легкая музыка, а главные герои обсуждают какую-то непонятную чушь, при этом приводят довод совсем пустые аргументы, а главные герои одобрительно кивают. К примеру, такой случай. Пошел я, значит, в магазин за минералкой, и, проходя возле отдела бытовой техники, вижу, стоит красивый тостер. Он так был похож на утюг. Стоп. Я утюг забыл выключить! Постоянно забывает. Это у него еще с детства. Как в садик пошел, начал забывать. Просто воспитательница в него утюгом попала. Но она вообще странная женщина была. Постоянно чем-то бросалась. В одну девочку раз собакой кинула. Как она вопила! Как она плакала! Под стол забилась, хвост поджала. А девочка ничего. Молодцом. Сейчас говорят, в политику пошла. Да, вот так он бывает. Докачаный. А! Так вот, у него на почве утюга психологическая травма. И вот он таким образом мстит и не выключает. Его даже как-то лечили от утюга зависимых. Но, как видишь, результат. О, фух. Успел, ребят, выглютил. Ты как так быстро? А я, ну, на такси. Такси? Ё-моё! Андрюха, сейчас все будет, поедем на такси. Ты чего так долго набираешь? Так это, номера поменялись, сейчас подлиннее чуть-чуть. Алло. Алло, добрый день. Здравствуй, девушка, а можно, пожалуйста, такси? Где? Мы... Ну, у вас карта города перед глазами? Ну, мы... Ну, как сказать... Мы на выезде из города. Ага. Куда едем? На ЖД вокзал. Да? Спасибо. Парни, я уже сказала, три минуты к Лану с Диабло. Спасибо. Ну вот, Андрюха, вот мы и на вокзале, пришло время прощаться. КОНЕЦ Проснулись, ребята? Вы хорошо спали. Снотворное было единственным способом вас успокоить. Вы сильно разошлись. Кто вы? Где Андрюха? Что с нами произошло? Тише, тише. Все по порядку. Начнем с так называемого Андрюхи. Кем он вам является? Он... он наш друг. Хорошо. А когда вы познакомились? Я... я... я не помню. Я тоже, ну... Мы хотели... Помочь ему сбежать. Спасти его. От кого? Я... я не помню. В этом все и дело. Вы не знаете, кто такой Андрюша. От кого вы хотите его спасти. А если я вам скажу, например, что Андрюхи вообще не существует? Что все, что сегодня с вами произошло, это одна большая галлюцинация. Это неправда! Я не верю! Ну что ж, тогда смотрите. И она меня загрызла. Загрызла, понятно? Просто загрызла, Андрюха, понимаешь? Видите? Там никого нет. Это бред какой-то. Unbelievable. Что? Немыслимо. Вы просто стали частью эксперимента. Теста. Одного препарата. Но... Ваша миссия, ребята, благородна. С помощью этого препарата мы избавим людей от мук одиночества. Ах, я понял. Это галлюциноген для одиноких пенсионеров. Совершенно верно. Ты откуда знаешь? Это же очевидно. Надо было смотреть Discovery Science. А почему вы выбрали именно нас? Мы же просто парни. Понимаете, ребята, вы в своей жизни не сделали ни одного путевого поступка. Почему? Первое, я спас котенка от гриба. Второе, я перевел бабушку через дорогу. Третье, я разбил вазон и все собрал обратно. Этого разве мало? А я... А я еще когда в школу ходил, у меня учительница была по математике, Селина Гомес. Так вот, она мне говорит, останься после уроков. А я такой, Селина Григорьевна, ну у меня же факультатив, у меня художественная лепка. Но я пожертвовал этим, потому что ее тогда бросил муж, и было очень одиноко. Ей хотелось ласки, тепла. И мы остались вдвоем, закрылись в классе и... Ты что гонишь? Отвечаю. Вся в школу об этом знала. Мы договорились никому не говорить. Охранник бы узнал. Охранник тогда болел. И ты тогда болел. Вы все болели. Тогда вообще карантин был. Это... Разве это не достойный поступок, а? Где он? Я не знаю. Куда он делся? Безумент туда. Блин, я вообще в шоке с того, что сегодня произошло. Так получается, Андрюхи нету. Это все было зря. СМС-ка. Андрюха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА